Впусковой кампании всех зрителей, телезрителей и особенно тех, кто ждет этого старта, собственно, кто наблюдает за стартом ракеты «Союз», космическим кораблем «Союз ТМА-22». Сегодня 14 ноября, на космодроме Байконур, 8 часов утра, 8.05, если быть точнее, в Москве, минус 2, 6 утра, 6.05. И с вами в прямом эфире студия «Роскосмос» и телевизионный отдел космического центра «Южный». Я Наталья Бурцева, и мне посчастливилось в этот ранний час встретить в нашей такой маленькой импровизированной студии Александра Калерин, который с нами проведет ближайшее время до старта ракеты. И мы пообщаемся как раз-таки по поводу ракеты, по поводу экипажа, по поводу космического корабля, всего того, что предвещало этот большой долгожданный старт. Здравствуйте, Александр! Доброе утро! Как у вас настроение? Как вообще в этот ранний час космонавты как обычно спят? Или что происходит? Ну, сейчас они садятся в корабль, и не спят они уже давно. Буквально, сколько, 50 минут назад они вышли из монтажно-испытательного корпуса, сели в автобусы и поехали на стартовую площадку, и сейчас, видимо, они уже заканчивают посадку в корабль. Ну вот мы сейчас видим непосредственно прямую трансляцию, прямые кадры со стартового комплекса. Ракета-носитель, она вся дышит, такая белая. Да, действительно, посадка космонавтов уже прошла. Наши операторы, которые находились в разных точках, снимали этот интригующий момент вообще, впечатляющий момент. И мы немножко позже покажем это видео. Собственно, оно уже было в прямом эфире, но мы сейчас выстроили наше общение, немного попозже покажем эту трансляцию. Ну, я хотела напомнить, что мы будем транслировать старт корабля на протяжении всех последующих сейчас двух часов, которые будем наблюдать, последнее приготовление к старту. И мы будем получать картинку в реальном времени с разных точек. Наши автоматические камеры установлены в разных точках стартового стола, опять-таки непосредственно к ракете поближе, чтобы можно было увидеть это впечатляющее зрелище. Ну и, собственно, увидим первые секунды отрыва ракеты, а также, самое главное, космонавтов, которые будут находиться и сейчас находятся в корабле. Скажите, Александр, вообще, когда космонавты сели в корабль? Какие ощущения? Вы помните все то, что было в этот стартовый день с вами, когда совсем недавно, же год назад, вы также отправлялись в этот космический путь? Внимание! Обязательно готовы к пуску, друзья! Ну, вы знаете, первое ощущение, это то, что и похоже на тренажер, и не похоже на тренажер. Все-таки немножко по-другому. Ребята уже прошли тренировки на корабле, реальном корабле, на котором они летят, вот, буквально две недели назад, чуть меньше было, первого ноября, тренировка и девятого ноября, вот. И здесь отличия какие? В общем-то, чувствуется, что, в отличие от тренажера, тут и поплотнее укомплектован корабль, и потеснее немножко, потому что навешано все оборудование, которое летит с экипажем, чего обычно нет на тренажере. Кроме того, иногда чувствуется покачивание ракеты, вот. Опять же, иллюминаторы закрыты головным обтекателем, то есть, чисто искусственный свет в тренажере. Центр подготовки бывает иногда в зале стоит, и там светит, в общем-то, дневной свет, а здесь все не так. Поэтому ощущения разные, конечно. Ну, и в первую очередь, конечно, это стремление сделать все хорошо, и, в общем-то, нетерпеливое, как бы, ожидание старта, особенно для перворазников, тех, кто летит первый раз. Хочется, чтобы побыстрее это событие состоялось, и ничего не помешало началу полета. Отлично. Итак, мы, я напоминаю, мы ведем прямую трансляцию с космодрома Байконур, спусковой площадки номер один Гагаринского старта, и я напомню, что с нами ведет разговор, беседует Александра Калерий. Я с самого начала вроде как вас представила, но не сказала, что вы герой России, летчик-испытатель. А вот скажите, кем лучше быть, летчиком или испытателем? Космонавт-испытатель? Нет, не летчик-испытатель, я ошиблась, прошу прощения. Конечно, космонавт-испытатель. Летчиком не был никогда, всегда всю жизнь инженером был. Вы знаете, работа есть работа, и для меня космический полет продолжение наземной работы, поэтому, в общем-то, каждый должен делать свое дело. В каждый момент времени. Поэтому, когда ты в экипаже, ты работаешь там, когда не в экипаже, обеспечиваешь полет другого экипажа. Так что, все нормально. Ну, я надеюсь, что за эти предстоящие два часа мы сможем показать и рассказать, да, что происходило с экипажем до непосредственно посадки в корабль, как они тренировались здесь. Ведь Байконурский период, он очень важный для космонавтов вообще. Вот эта подготовка, две недели к старту. Вот, собственно, прилет. Вы помните, как вообще вот эти моменты, когда прилетают космонавты на аэродром крайний и встречают вот эти первые минуты космодромной жизни, можно так сказать? Ну, конечно, они запоминаются, потому что мы попрощались и как бы завершили свою деятельность в Подмосковье, в Москве, в Центре подготовки космонавтов. И уже прилетели окончательно на предстартовую подготовку. Впереди нас ждет работа. Вот. Ну и первые шаги. Зависит, конечно, еще и от погоды. И незабываемо вот это казахстанское тепло. Когда, особенно летом или ранней осенью, прилетаешь, тут тепло, жарко. Вот. Ну и волнительно, конечно, встреча, в общем-то, со специалистами Николаем Ивановичем Зеленчаковым, в общем-то, нашим техническим руководителем на этот момент, первым заместителем генерального конструктора энергии. Вот. Сразу же обмен первыми впечатлениями. Он рассказывает, как идут работы на площадке, на корабле. Как правило, все готово, замечаний нет. Спрашивает, как настроение. Настроение у нас, конечно, всегда хорошее, рабочее. Вот как раз фотография. Вы вместе с основным и дублирующим экипажем. Это вот у нас прилет, да, экипажа, который сейчас уже отправляется в космос. Как ребята, какой экипаж? Я напомню, что это Анатолий... Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и Дэниел Бёрбанк. Оба наших российских космонавтов-новички. Как вообще экипаж? Как вы их оцениваете? Вы же их знаете хорошо. Ну, экипаж хороший, подготовленный, очень мотивированный. Я думаю, что все будет нормально. Есть определенные особенности в этом полете. Мы обратили на это внимание и провели как бы в завершающие недели усиленную подготовку, учитывающую вот эти особенности, что они совсем немного времени проведут с предыдущим экипажем и затем почти на полтора месяца останутся одни. Это всегда, я бы не сказал, что трудно, но есть определенные особенности, которым не научишь на тренажере, на тренировках. Это организация жизни, быта на борту, это организация рабочего дня, распорядка. Поэтому, конечно, хочется, чтобы рядом был опытный космонавт, тот, кто это уже прошел, у кого это налажено, кто имеет опыт таких дел. Ну, вот в данном случае мы старались максимально помочь ребятам при наземной подготовке. Сергей Волков встретит их и быстро распрощается с ними. Ну, дальше ЦУП и будет помогать им работать до прихода следующего экипажа. А дальше, я думаю, в шестером они прекрасно выполнят программу. Ну, вот мы сейчас получаем прямую картинку, прямую трансляцию со стартового комплекса. Ракета такая в белой шубе, из нее вот идет такая белая дымка, она в фермах, в колоннах обслуживания, вся закрыта пока, пока мы ее не видим, красавицу. Вот сейчас, вы знаете, что сейчас происходит на стартовом комплексе? Что сейчас происходит? Полтора часа до пуска у нас получается? Какие-то предстартовые работы? Там есть какая-то суета, жиотаж? Или все спокойно, мерно расписано? Вы частенько, наверное, там были в эти минуты? Ну, вы знаете, я никогда не был в стартовом расчете, никогда мне трудно говорить вот про стартовиков и работу стартовиков, это лучше у них спрашивать. Мне все время больше приходилось в корабле сидеть в качестве экипажа. Там идет спокойная работа, значит, когда экипаж сел в корабль, то начинается поэтапная, в общем-то, подготовка к полету. Сначала контроль исходного состояния, затем закрытие люков, и приведение корабля, систем корабля уже в состояние рабочее, то есть необходимое к моменту старта. Вот. Поэтапно, по разным системам, вот, выполняются определенные операции. Проверяется связь, проводится там наддув кислородом немножко, стартовая команда закрывает люки, проводит наддув бытового отсека также с целью проверки герметичности, проверяет герметичность, ведутся какие-то работы наверняка на ракете, чего я не знаю. Вот. А в корабле поэтапно, в общем-то, мы проверяем параметры в различных системах, что-то включаем, что-то переключаем, и постепенно готовимся. — Ну вот такая погода. Вот сейчас в один день, буквально на космодроме началась зима, в ночь выпал снег, сейчас все так необычно, вроде вывозили ракету, была чистая голая степь, сейчас все заснежено. Вы когда-нибудь отправлялись в космос именно зимой, я не знаю, или вам счастливилось только в теплое время? Сейчас вот такое время, оно как-то космонавтам, не знаю, мешало, мешает сейчас. Есть какие-то ограничения для ракеты, для пуска? Есть ли у вас такая информация? — Нет, ну, безусловно, ракета создана, ракетный комплекс создан под какие-то условия, и документации оговорены, какие-то предельные метеоусловия. Ну, сейчас, по-моему, далеко до них. Тут и ветер не столь сильный, и мороз небольшой, по части снега, я думаю, тоже не препятствие. Мне приходилось, я стартовал в марте, в апреле, в августе, в октябре, вот. Вот, но дублером, когда был, один старт был в 87-м году, 21-го декабря. Тогда был тоже снежок, был туман, так что обратно мы со старта на автобусах с трудом доехали до 17-й площадки в город. Вот, ну, так что сейчас погода, конечно, такая, требующая повышенного внимания и аккуратной работы. Когда ребята выходили из МИКа на 254-й площадке и шли к автобусу, их очень бережно поддерживали сопровождающие, потому что, действительно, было снег расчистили, но было так достаточно скользко. Вот, ну, и кроме того, может быть, вы увидите, что они шли в таких накидках. Это было сделано для того, чтобы снегом, мокрым снегом не мочить скафандры, потому что дальше им придется какое-то время провести в спускаемом аппарате, сидя уже в малом объеме, они будут дышать, и совершенно не нужно приносить лишнюю влагу на одежде. Поэтому вот это было сделано так, что шли они не в белых скафандрах, а в синих накидках с капюшонами. Да, ну, мы вот сейчас попросим, может быть, нам наши режиссеры помогут и дадут, покажут, продемонстрируют картинку с посадки космонавтов. Ну, может быть, не прям сию минуту, а получится ближайшее время. И хотелось бы напомнить, что мы ведем прямую трансляцию со стартовой площадки номер один, так называемого «Гагаринского старта». Кстати, очень так радостно и слышать всегда, когда говорят «Гагаринский старт», это как в великой большой истории участвуем. Как вот у вас ощущения? «Гагаринский старт», получается «Гагаринская», ну, «Королевская ракета». Вам взлетать в таких космических масштабах, каково было? Нормально, очень приятно, хорошо отработанная, надежная, хорошо работающая машина. Ну, и ощущения, конечно, нормальные, рабочие. Вы знаете, каждый раз было по-разному в каждом старте. И если в первый раз в далеком 92-м году все в диковинку, и было, горело нетерпением, хотелось скорее все это пройти, и чтобы вот ракета оторвалась от старта, и ничего не помешало, потом уже, конечно, такого не было, и дальше мысли были сосредоточены на другом, на задачах полета, в следующих стартах. Ну, вот мы сейчас видим, да, как экипаж основной как раз-таки выходит из своей гостиницы, где они провели последние две недели, да, предстартовой Байконурской подготовки, можно так сказать, прощаются с родственниками. Сейчас, наверное, у них вот в тем минуты, наверное, сердце стучит, пульс бьет через край. Ну, это у каждого по-своему, тут уже каждый сам по себе. Я не помню, честно говоря, чтобы у меня что-то так особо как-то были какие-то эмоции, были, конечно, но так, чтобы вот зашкаливало, честно говоря, не помню. Ну, это очень сугубо индивидуальное. Все ребята улыбаются, довольные, что наконец-то приближаются события. Ну, конечно, они очень долго, каждый космонавт достаточно долго идет вот к этому, к своему старту, к своему пути, к своему полету. Это мечта и работа всей, получается, жизни. Вот отъезд от гостиницы «Космонавт». Впереди у них переезд, я так понимаю, на 254-ю площадку, на площадку, где они, собственно, будут облачаться в скафандры, проверять на герметичность. Вот. Ночные у вас тоже были ночные старты, ночные выезды. Как вообще, получается, нужно подготовиться же, подготовить свои биологические часы к пуску, то есть сместить свой режим жизни космонавтов. И этим тоже, этому экипажу тоже пришлось так же делать? Ну, видимо, да, хотя здесь все-таки не такие жесткие условия. Ну, скажем, если по местному времени они стартуют в 10 часов, 10-14, значит, в 4-15 они выехали из гостиницы, за 2 часа до этого они встали, то есть в 2-15, ну или 2 часа проснулись. Ну, и 8 часов сна, то есть это в 18 часов вчера у них был отбой. Поэтому, ну, как они решали это, я сейчас не могу сказать точно, потому что по-разному. Бывает, раньше бывало, что просто переворачивали режим труда и отдыха на площадке. Ну, это было совсем давно. Вот сейчас видите, как они как раз в этих синих накидках идут к автобусу уже в скафандрах. Ну, надо сказать, что это впервые. Накидки эти введены в комплект снаряжения недавно, и впервые ими пользуются. Вот пришлось воспользоваться по такой погоде. Ну, наверное, из космоса сообщили, что будет снег. Все предугадали. Ну, наверное, надо же пользоваться космическими технологиями, возможностями космической техники. Вот, поэтому по-разному. Один раз мы снотворное принимали, потому что нужно было очень рано заснуть. Так что бывает по-разному. Но вот вы, ребят, видели, как они вообще сейчас себя чувствовали, какими они были, улыбались, настроены были на работу. Да, конечно, они были вполне нормальные, в хорошем состоянии. И, по-моему, полностью готовы к работе. Дублирующий экипаж всегда сопровождает, всегда рядом. Вот мы видим второй автобус непосредственно. Все время вслед за основным. Это как-то для космонавтов дает уверенность, чувство. Вы знаете, да, конечно, и скорее это больше уже нужно для дублеров. Я немножко, когда перебью, вот сейчас у нас картинка, которая была буквально некоторое время назад, несколько минут назад, на стартовом комплексе, когда была посадка космонавтов в космический корабль. Вот два автобуса подъезжают к стартовому комплексу, к ракете непосредственно. Их встречает руководство Федерального космического агентства, руководство предприятий, которые задействованы в подготовке данного пуска, пилотируемого пуска. Вот вроде они в автобусе были в скафандрах, сейчас на них опять наденут накидки. Жалко, красивые они очень в скафандрах. Хочется так беленьких их видеть. Ну, сейчас посмотрим. Я на стартовой площадке не был, поэтому мне тоже интересно сейчас увидеть, как все это было. Да, вот набрасывают накидки. То есть сейчас они выйдут, и будет доклад председателю государственной комиссии о том, что... Да, что экипаж к старту готов. Дальше их проводят к лифту, и они поднимутся на верхнюю площадку к посадочному люку, и там поочередно, по одному будут заходить в корабль, начиная с бортинженера. Значит, Анатолий Иванишин первым пойдет, потом Дэн Бёрбанг, командир корабля, Антон Шкаплеров пойдет заключительным. Это такой порядок диктуется расположением в креслах и доступностью кресел в корабле. Спускаем он по ратю. Да, вот вышел командир корабля. На самом деле их и не узнать в накидках. Так-то мы уже тоже сроднились, уже и по фигурам узнавали космонавтов. Сейчас вот сначала вышел Антон, Анатолий и Дэниел, да? Видимо, да. Чуть дальше. Рядом Сергей Крикалев. Он тоже, да, неотступно вместе с экипажем. Да. Есть ощущение того, что вот как вы все это ходили? Или уже прошло? Прошло, конечно. Вот он, доклад Государственной комиссии. Космонавты, наверное, правду всегда говорят, что они готовы. Было бы глупо сказать сейчас, да, что, знаете-ка, мы не полетим. Ну, конечно. Ну, Анатолий и космонавты. Вообще мне создается впечатление, что вообще космонавты, они такие железные люди. Не эмоции, не... Ну, я имею в виду эмоции таких в превосходной степени. Всплеска каких-то, всплесков эмоциональных нет. Все размерено, все четко, все взвешено. Ну, в общем-то, да. Работа и профессия диктуют свои условия. Идти к ракете вот в скафандрах, в таких вот прорезиненных, насколько я понимаю, сапогах достаточно тяжело. Как подниматься по ступеням? Сейчас вот космонавты будут подниматься к лифту. Ну, несколько ступенек несложно, в общем-то. Да, он сковывает немножко движение. Вот, ну, привыкли. Много ведь тренировок в них проводится. И поэтому... Ну, вот мы, к сожалению, в этот раз не увидели, как происходит посадка непосредственно уже в сам лифт. Обычно мы наблюдали, космонавты выстраиваются по очереди на ступенях площадки, ведущей к лифту, машут руками. Ну, сейчас то ли по погодным условиям, то ли по каким-то другим. К сожалению, не удалось этого увидеть. Потом лифт, я так понимаю, поднимается к космическому кораблю. Это у нас там десятый или какой там этаж, да, чистоты. Там чистая комната. Собственно, переход. Вот этот переход от, получается, земли к кораблю, он достаточно сложен. Я видела маленький люк. Как туда забраться, как туда залезть. Аккуратно. Аккуратно, не повредив оборудование и снаряжение. То есть тут уже соблюдая осторожность. Конечно, там помогающие берегут и предупреждают, и придерживают, и следят за тем, чтобы там стеклом гермошлема не удариться, а шпангов от люка. Вот. И еще обо что-нибудь. Значит, помощь постоянно есть. Даже вспускаемый аппарат помогают спуститься. И, в принципе, если нужно, могут помочь и пристегнуть привязную систему для крайних кресел. И левого, и правого. Командир обычно все делает сам, потому что туда уже помочь невозможно, когда он сел. Вот. Дальше, значит, после выполнения обязательных операций при посадке в корабль, проверки там кресел, установление фиксации кресел, потом установление связи с бункером, с оператором, который на связи будет. Командир проверяет при этом еще в бытовом отсеке исходное положение органов управления, клапанов. Вот. Затем проходит, спускаемый аппарат, занимает свое место, все привязываются. Вот. И после этого уже начинается, как бы, закрытие с помощью слесарей бытового отсека и спускаемого аппарата. Закрывается люк между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком. Вот. Экипаж может, ну, как правило, ему помогают это сделать. Последние слова, напутствие, прощание, вот, передали все, что должно быть в руках, там, инструкции бортовые, планшеты набедренные, кто использует. Вот. И все. Люк закрылся, и дальше начинается уже самостоятельная работа, жизнь на борту корабля. А какие, как правило, это бывают слова напутственной крайне? Что желают, что говорят? Что можно услышать? Да вы не думайте, что что-нибудь особенное, потому что с этими людьми связывают долгие годы работы, по крайней мере, вот у меня так было, поскольку я все-таки работаю в НРК, и ребят этих вижу постоянно и в цехе, в сборочном, и просто на работе, и где-то в других местах, то здесь достаточно неформальная обстановка уже, поэтому тут могут быть самые неожиданные пожелания и возгласы. Потому что, ну, когда человек хорошо знаешь уже, ну, что тут можно сказать? Ну, в любом случае, пожелания удачи и хорошей работы, и успешной дороги. Насколько я помню, очень часто космонавты отмечают, что настолько корабль и вот тот, ну, не макет, наверное, а тот тренажер, в котором они тренируются, будучи в центре подготовки космонавтов, они настолько похожи и настолько схожи, что когда уже космонавт садится настоящий корабль, уже кажется, в принципе, в какой-то степени тот же закрытый объем, кажется, что вот они также в тренажере. Это действительно так, каковы вот ощущения? Действительно отключается мозг, и ты с какой-то стороны не думаешь, что под тобой такая мощная ракета с такими топливными, вообще с двигателями? Ну, конечно, это очень индивидуально, я, например, никогда об этом не думал. На самом деле, реальный корабль и тренажер все-таки немножко отличаются, но обстановка очень похожая. Я могу сказать, что, вспоминая свой первый полет, когда мы уже заканчивали полет и уходили со станции «Мир» на землю, то, конечно, вот сам момент прощания с экипажем, который остается, закрытие переходных люков, он очень эмоциональный, как-то жалко покидать станцию, все-таки уже пять месяцев там прожили, вот, можно сказать, домом стало, но как только закрыли люк, и мне, как бортинженеру корабля, тогда пришлось пройти сразу в спускаемые аппараты, чтобы быть на связи с ЦУПом и, как бы, докладывать, что происходит, и получать какие-то указания из ЦУПа, вести связь, то, оказавшись на своем рабочем месте привычном, я просто, все эмоции куда-то делись, и я ощутил себя как в тренажере, вот, как будто на тренировке, вот, и действительно такое было, и бывает, то есть это хорошо тренируют нас, готовят. Ну, я напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию с пусковой площадки номер один, Гагаринского старта, на стартовой площадке ракета-носитель «Союз» с космическим кораблем «Союз ТМА-22», космонавты уже в корабле, и я надеюсь, мы в ближайшее время будем получать картинку непосредственно из корабля, есть такая возможность увидеть, как экипаж, как космонавты сейчас готовятся к своему пуску, готовятся к старту. Сейчас очень много у них работы, да, они говорят, что эти два часа перед стартом они практически не замечают вообще космонавты, как все летит время, и, в принципе, все это достаточно быстро проходит. Ну, вы знаете, по-разному бывает, и вообще-то график работ, он умышленно сделан не очень напряженным, потому что там есть и какие-то паузы, потому что тут согласованная работа как в корабле, так и на стартовом комплексе, и на ракете, и поэтому есть какие-то логические условия по переходу к следующим операциям. Поэтому, если удалось сделать или что-то получилось сделать быстрее, то иногда приходится подождать. Если, значит, были какие-то там замешкались или какие-то затруднения, и чуть как бы это медленнее пошло, тогда без пауз практически идет. Но обязательно, обязательные паузы, это когда пишутся медицинские параметры, тогда земля просит, я уж буду по привычке называть ее землей, значит, просит экипаж не двигаться и где-то минуту-другую посидеть спокойно, чтобы качественно записать там электрокардиограмму, все это вот. Тогда это точно уже гарантированно, без движения, спокойно. А так все время что-то делаешь, двигаешься, что-то надо достать, поправить, посмотреть. Ну вот космонавты сейчас, да, там что-то делают, двигаются, достают. И вот мы видим картинку прямую со стартового стола, как боевой расчет, как по старинке, ну как раньше его называли боевой расчет, сейчас это совместный расчет, предстартовые крайние приготовления к пуску. Насколько я понимаю, ракета правильно заправленная сейчас. Есть ли у вас вот, насколько вы вот знаете ракету, насколько она мощная, большая, на каком топливе летает, собственно, про носитель? Можете нам рассказать что-нибудь? Ну, самые общие слова, что вас интересует, давайте лучше вопросы. Ну вот, она выводит, собственно, в космос космические аппараты, да, у космонавтов. Какого она класса, экологически чистая? Ну, конечно. Как космонавтам летается на такой ракете? Да хорошо летается. Хорошая ракета, ведет себя очень хорошо. Вот, очень плавный, мягкий старт. Да, ощущаются вибрации, но старт. Вот у нас хороший момент, мы видим как раз-таки корабль. Картинка поступает от экипажа, из корабля, внутри. Это у нас, я так понимаю, индикатор невесомости. Птичка. Птичка Александр, ой, Антон взял, насколько я понимаю, ему подарила эту птичку дочь, младшая дочь Кира, и теперь птичка будет сопровождать командира корабля весь полет. Вот, собственно, какая ее миссия? Ну, это скорее дань традиции, в общем-то, хороший, как бы, наглядный предмет, более того, дорогой. Как правило, действительно дети или близкие люди дарят. Скорее, это традиционно, потому что невесомость, конечно, чувствуется телом. Но мы сами увидим, когда ракета пойдет, как задрожит эта птичка, как она будет, или эта игрушка будет раскачиваться, будет вести себя при действии перегрузок, вибраций. Затем, когда произойдет отделение от носителя, как она всплывет, и будет летать по кабине. А так, это просто приятная, как бы, традиция, когда что-то дорогое, в общем-то, тут на рабочем месте находится, и, как бы, частичка, просто память о доме, о семье. Вот Антон словно слышал, о чем мы говорим. Да. Да, птичку свою дорогую потрогал. Вот сейчас что вот космонавты делают? Вот я вижу, Анатолий даже прикрыл глаза. Наверное, у них немного какой-то так минута отдыха, да, какая-то есть. Ну, поскольку не слышно переговоров, то мне трудно сказать конкретно, что может быть, вот как раз идет запись медицинских параметров. Ну, вот Антон отвечает сейчас, то есть он нажимал тангенту, и отвечал оператору на связи, 16-му, 3-му, 3-й, готовность к пуску, 1 час, 30-ю. Я так понимаю, вот узнала недавно информацию для себя, у них все время есть человек, который будет их вести по связи, то есть помощник какого-то экипажа, который с ними вот ведет переговоры, будет сидеть в бункере пуска, и, собственно, вот он все делает, общается с ними. Этот человек? Это инструктор комплексной подготовки по кораблю. Вот у этого экипажа это Владимир Краев. Значит, это не первый, далеко не первый его экипаж. Вот, сидят там два инструктора, помогают друг другу. У инструктора основного и дублирующего экипажей. Связь идет инструктор того экипажа, который летит. Ну, и принято так, что вот на операциях на корабле, когда идет автономный полет, на ответственных операциях, самых ответственных, работает именно инструктор этого экипажа, поскольку он провел всю подготовку с этим экипажем, и они друг с другом сработались, и лучше всех знают друг друга. Стиль работы, стиль общения, поэтому это очень важно. Таким образом, значит, инструктор сопровождает его старт, и здесь не может быть, а временное здесь, на Викануе, в Бункере, и в ЦУПе, в Подмосковье, поэтому там сидит другой инструктор в первые сутки, и когда корабль передает уже управление Центром управления полетами, то тот инструктор вступает в работу и ведет связь с ними. А инструктор экипажа, прилетев с Байконура в Москву, приходит уже на сутки на операцию сближения и стыковки, и затем обязательно он на спуске, этот же инструктор. А все остальные работы ведутся, в общем-то, с разными людьми, с разными операторами связи. Ну вот у нас есть возможность немножечко вернуться назад, я имею в виду, в эту байконурскую подготовку экипажа «Союз ТМА-22», посмотреть это слайды, фотографии, как готовился экипаж, как он примерял корабль, и чуть-чуть позже мы можем увидеть сюжет, подготовленный студией «Роскосмоса», когда командир корабля Антон Шкаплеров проходил подготовку в гидролаборатории. Одна из крайних его подготовок перед пуском. Насколько я помню, в сюжете там есть и его дочка Кира, очень приятная девочка. Как вообще дети провожают же пап? Как вообще такое чувство, ощущение, когда родные, родственники приезжают рядом непосредственно с космонавтами? Я думаю, что это... Вы знаете, тут я плохой вам это, рассказчик, потому что я придерживаюсь других взглядов, и моя семья никогда не приезжала на мой старт. Раньше было заведено так, что семьи не ездили на старт. Впервые семьи поехали, насколько мне известно, в 92-м году при старте 12-й экспедиции на Мир, на станции Мир. И с тех пор стали ездить. Я был в экипаже 11-й экспедиции, и как приучили меня, что семьи остаются дома, и мы попрощались вот при отъезде на предстартовую подготовку, и все, и дальше началась работа. Я придерживался этих традиций. Но кому-то нравится, что семьи приезжают сюда. Я думаю, что на самом деле здесь... Приняли. Это вопрос семейный такой, и каждая семья решает по-своему. Для них это тоже очень большое напряжение, эмоциональное, все-таки увидеть... Одно дело это вот за стеклом попрощаться, и как бы вот увидеть, как взлетает ракет. Управление на борту приступает к проверке СНС и КСС. Тяжелая эмоциональная нагрузка. Это и для нас не всегда просто космонавтов, профессионалов, когда... Гораздо проще сидеть самому там, чем смотреться на ракет. Так, на 8.34 местное время, давление в шар-молоде-1, 327-2, 329, наддук-1, 328, наддук-2, 324. В полет корабля «Союз ТМА-22» экипаж «Острей» провожают родственники здесь, на космодроме, семьи, дети. Мы видели в полном составе семья и Антона Шкаплерова, и Анатолия Иванишина, и сын, и супруга, и Дэниела Бёрбанка провожают родственники. Ну, вот, здесь как-то так плюсы положительные для экипажа, собственно. Они на лицо. Мы видели, как очень улыбался и Антон, и Анатолий. Довольные. Они, конечно, сейчас на прямой финишной, можно так сказать, вот они уже в корабле. Мы получаем картинку, видим, как они сидят в космическом корабле в своем, в своих скафандрах, в которых уже непосредственно они... Немного и тренировались в них. Много раз их и примеряли, и сейчас... Вообще, успевает сродниться человек со своим таким вот, немножко чужеродным? Это же непривычная такая одежда. Конечно, и сковывающее движение, и затрудняющее. Поэтому... Это необходимость. Удобного мало в ней, конечно. Ну, что же, необходимость приходится работать. Надо сказать, что в своем летном скафандре, в общем-то, мы не так много времени проводим. При подготовке это примерки на звезде, изготовители скафандров, это первая тренировка на космодроме, в корабле, и вот следующие встречи, это уже стартовый день. Ну, а дальше в полете. Вот. А все тренировки проводятся, конечно, в технологических скафандрах, общего пользования, подобранных по размерам. Поэтому они чуть-чуть, где-то, что-то чуть длинновато, что-то чуть коротковато. Конечно, не так хорошо подходят. Но вот в них основной объем подготовки. В целом привыкаем. Вот у космонавтов такие большие тетради, здоровые книги. Космонавт все наизусть ее знает? Нет, конечно. Что это? Это инструкции, да, инструкции. В данном случае это книжка бортовой инструкции, которая называется «Выведение и спуск». Здесь описаны все операции предстартовой подготовки от посадки в корабль, всяких нештатных ситуаций, которые могут случиться в этот момент. Это все вот эти вот предстартовая подготовка, дальше активный участок полета и операции первого-второго витков. Да, первого-второго витка. Дальше они будут работать по другой книжке, называется «Орбитальный полет». И операции уже первых суток это первый маневр, это даже открытие люка в бытовой отсек, переход туда уже по книжке «Орбитальный полет» выполняется дальше в первый маневр и так далее. Второй маневр во вторые сутки сближения, стыковка, это все по книжке «Орбитальный полет». Там же и, по-моему, перестыковка. Вот. А уже когда они будут готовиться к спуску, подготовка к спуску и расстыковка с непосредственно маневр спусковой и сам спуск, они снова вот в этой книжке «Зеленый» «Выведение спуск». Продолжаем. Так что, на самом деле, там много книжек, у каждого, значит, книжка – это «Выведение спуск», «Орбитальный полет», «Нештатные ситуации», две книжки на экипаж командира и бортинженера в резервные режимы, две книжки справочных материалов и одна – это программа полета, одна на весь экипаж, они лежат в бытовом отсеке. Ну вот мы получаем прямую картинку, прямое видение уже заговорилось, немножко засмотрелось на ракету. Прямую трансляцию мы ведем со стартового комплекса площадки номер один Гагаринского старта, уже рассвело, то мы вот заходили, смотрели, космонавты садились в корабль, посадка космонавтов была еще в сумеречное время, сейчас уже светло, снега очень много надо отметить, космонавтам там ощущается как-то вообще все это, ветер, снег, собственно, они не видят, что рассвело, но не знают, наверное, об этом. Догадываются, никто им об этом не говорит, иллюминаторы закрыты головным обтекателем, поэтому ничего не видно, видно будет после 165-й секунды полета, когда пройдет сброс головного обтекателя, пока ничего не видно. Ветер может ощущаться, каким образом, это немного покачивается ракета, если есть ветерок, покачивание ощущается, и это один из таких явных признаков, что это не тренажер. Дальше будет интереснее, когда пойдет уже после команды пуск, когда пойдут. вот это сюжет, сюжет, который мы обещали показать. летняя Кира вместе с мамой пришли на работу к папе, космонавту Антону Шкафову. Уже через месяц он впервые полетит на Международную космическую станцию. Она понимает, что папа космонавт, он полетит в космос, для нее это, конечно, все вот, то, что она видит по телевизору, это все забавно, интересно, полетит и интересно. Впереди космические перегрузки, серьезная работа на орбите и выход в открытый космос. А пока ежедневные тренировки и возможность еще раз пообщаться с дочкой. Большая удача. Эй, маленький. Сегодня выход в открытый космос отрабатывают в бассейне. Эту идею в 1965 году предложил Алексей Леонов. Первый космонавт планеты, который совершил выход в открытый космос. Леонов понял, еще на Земле надо проводить тренировки в безоборном пространстве. И самая подходящая среда для этого вода. Температура веса 21,5. Температура года 22,1. Космонавты надевают скафандры, точнее, входят в них. Весит такой скафандр 80 килограмм. Подводная амуниция отличается от настоящей космической. В ранце за спиной нет приборов жизнеобеспечения. Воздух для дыхания поступает по шламу. Подгонка по фигури и короткий инструктаж. Тренировка проходит на глубине 8 метров. Передвигаться под водой космонавтам помогают водолазы Центра подготовки космонавтов. Общение с жестами, а с инструктором по радиосвязи. Внимание технологической операции. Первого, второго оператора заводим внутрь СО, ногами в сторону ПКО. За бортом станции работают только парами. Это закон. Новичок Антон Шкаплеров тренируется с Олегом Кононенко. В 2008 году Олег Кононенко уже был на МКС. Работал там полгода и дважды выходил в открытый космос. Когда я открыл люк, я первое, что сделал, я посмотрел вниз на Землю. Вид Земли, конечно, совершенно, ощущения совершенно другие, чем когда ты смотришь изнутри станции времена. Земля поразила своими размерами, своей красотой. О своем первом космическом полете Кононенко вспоминает с удовольствием, хотя признается, работать в открытом космосе нелегко. В день моего второго выхода Андрюшка с ним с утра встал, начал собирать чемоданчик. Говорит, папа в первом выходе устал, я, наверное, пойду к ним и помогу. Сегодня космонавты отрабатывают установку на МКС специальных панелей. Это многослойная конструкция, еще одна защита российских модулей от микрометеорита. Олег, вы просто перевели его в другую сторону. Вы планили. Езжать хорошо. Ориентируйте к панельку. Маркировка наверх к себе. Панели надо установить и подогнать так, чтобы они полностью повторяли силуэт станции. Их надо не просто установить, а надо установить в определенном месте и в определенной конфигурации, потому что они повторяют силуэт станции, все выступающие поверхности, поэтому нужно было точная виверная работа, как мы говорим. Готовятся космонавты и к проведению двух опытов. Первый называется «Выносливость». На борту станции установят специальные контейнеры с образцами сплавов, которые используют при строительстве космических партнеров. Потом их вернут на Землю, чтобы узнать, как космос влияет на материалы. Второй эксперимент поиск на борту МКС космических «Зайцев». Ученые подозревают, на орбитальной станции могли завестись непрошенные земные гости. Мы под FT, это ткань, которая покрыта станцией, берем мазки поверхности, герметической поверхности станции, дальше это все герметичные уклады отправляем на Землю. Ученые дальше смотрят, какие бактерии живут, потому что были найдены живые бактерии и сейчас смотрят, как они будут влиять на коррозию металла. Самое главное понять долговечность станции и есть ли жизнь в атмосфере, которая находится вокруг станции. на станцию космонавты отправятся в разных регионах. Шкаплеров в сентябре, Каноненко в ноябре этого года, но на орбите встретятся, чтобы вместе выйти в открытый космос и показать, чему они научились на Земле в гидробассейне. Итак, я напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию со стартового комплекса с космодрома Байконур, со стартовой площадки номер один Гагаринского старта. Студия Роскосмос и телевизионный отдел космического центра Южный обеспечивают эту прямую трансляцию. Мы ведем рассказ о том, что сейчас происходит на пусковой площадке, о том, что происходит с космонавтами. Напомню, что космонавты, экипаж «Союз-ТМА-22» уже в корабле находятся. Они там сидят, готовы к старту. Предстартовая подготовка кипит как и на самом стартовом столе, можно так сказать, на стартовой площадке, так и в космическом корабле. И у нас в нашей маленькой импровизированной студии вот уже мы почти час, как общаемся с Александром Калери, космонавтом-испытателем. Сейчас я уже не ошибусь. Космонавтом-испытателем, к которому мы разговариваем о том, вообще, как проходят эти предполетные часы. Ну, вот я заметила и у нас тоже тут время летит быстро, так же, как и в космическом корабле. Вы что-нибудь услышали? Какие переговоры там в корабле? Как у экипажа дела? Да, конечно, нормально. Они идут по графику, все в порядке. Значит, идет набор как бы состояния исходного состояния к полету. Значит, посадочный люк уже закрыт, бытовой отсек наддут кислородом, и каждые полчаса снимаются показания давления, температуры в спускаемом аппарате и бытовом отсеке. Так оценивается, в общем-то, герметичность отсеков. Сейчас они также проверили по специальной форме записали параметры основных систем с датчиков корабля и будут передавать в бункер на КП старта данные, записанные данные этих датчиков. Также они сейчас выставляют часы свои бортовые уже выставили. Добрение топлива 880 кг выставлено, есть подача зародного самолета. Проверили связь, средства связи. Скоро будут уже, наверное, приступать к проверке герметичности скафандров. Ну вот на наших часах сколько у нас? У нас без 5,9 8,55. Космонавты, они летят по такому же по нашему времени? Как вообще? Байконурска есть время, московское, они выставляют какие часы? Литоператор, операции в корабле Союз выполняются всегда по декретному московскому времени. ЦУП, московский ЦУП работает по декретному московскому времени, а на станции время гринвическое. Так что сейчас экипажам на борту в 5,5 минут минус 3 часа. И так они будут жить весь этот полет? До перехода на станцию, а там еще несколько часов назад, погрин еще. 200 и 214 Как вот такой перевод часов? У нас тут вот теперь отменили же перевод часов в России на зимнее время, а у космонавтов все так же. Как переживают космонавты? Это все привыкшие? Конечно, незаметно. Дело в том, что там привычного такого, там другой графика и ритм все-таки свет и тень меняются каждые полтора часа и 16 раз за сутки. Поэтому там ориентирование идет только по времени, по часам. Показаниям часов. Так что нормально. Но Вы сейчас вот вспоминаете то, как Вы взлетали, как Вы летели, собирались лететь? Не, ну, конечно, когда видишь, как работает экипаж и понимаешь, на каком этапе он находится и сам неоднократно это делал. Конечно, так мыслями снимем и представляешь, что и как там происходит, что делается. Нам вот сейчас передают картинку со стартового стола, со стартового комплекса. Периодически показывают параметры ракеты, космического корабля, орбиты. Ну, все это такие технические иногда бывают вещи, что вот на какой вообще высоте, на какую высоту отправляются космонавты? Вы знаете, орбита выведения у этой ракеты стандартная для корабля «Союз». Сейчас как раз показали, значит, будет выводиться в точку перигея, близко к 200 километрам, приблизительно 200 километров. А апогей в противоположные точки через полуитка будет 240 километров. Конечно, с разбросом каким-то, но в общем-то где-то номинальная орбита это 200 на 240 километров. а станция она уже немного выше. Она выше, да, конечно. И периодически нужно будет включать двигатели, чтобы корректировать. Вообще, во время полета космического корабля к станции вот эти дни от момента старта до стыковки они сложные? Или есть там время, когда и отдохнуть, и там же нужно переодеться? Насколько я слышала, нужно высушить скафандры? Не от того, что они сегодня промокли? Нет, они промокнут изнутри от влаги, выделяемой телом космонавтов. Поэтому, конечно, но на самом деле работы не очень много, активных операций там всего-то за эти 34 витка. На 34 витке у нас причаливание осуществляется и касание станции. Ну, активных операций динамически где-то наберется на 5 витков. Все остальное время приходится просто ждать и по законам орбитальной механики в общем-то приближаться. Можно делать и быстрее в принципе, но так организован процесс сближения, чтобы и наземным средствам было удобно работать, и ЦУПу, и планировать, и какие-то резервы иметь. Поэтому все идет так не спеша. Так что времени у экипажа достаточно много в автономном полете и отдыха. Качество связи как? Посторонних шумов нет? Ну, а я напомню, что мы ведем прямую трансляцию с космодрома Байконур. К старту готовится экипаж космического корабля Союз ТМА-22, Астрей. У каждого экипажа позывные. Есть вообще повторяются позывные? Никогда? Нет, не повторяются. Индивидуальные позывной как бы является принадлежностью командира корабля и традиция такая, что он не меняет позывной. Были отдельные случаи, в общем-то, но считанные единицы атак. Как правило, в следующий полет космонавт идет, если он был командиром корабля в предыдущем полете, то и в следующий он идет с тем же позывной. Ну вот у нас сейчас экипаж готовится Антон Шкаплеров, ну вот у нас сейчас показывает Дэниел Бербанг, Анатолий Иванишин и Антон Шкаплеров, командир корабля. Собственно, вот это позывной Антона Шкаплера. И он, если Антон дальше планирует же летать, любой космонавт планирует совершить не один, два, три, четыре полета, он будет всегда остреем, мифическим персонажем, который участвовал в сотворении звездного неба, насколько я помню. Ну, во всяком случае, если у него не возникнет большого желания поменять свой позывной, то, конечно, он будет пользоваться этим же. И в космосе получается, когда вот уже летают на станции, вызывают именно так, да, Земля, вызывают острей? Нет, это только для полета на корабле. На станции у нас мы называемся борт МКС, МКС или по должностям, там командир или бортинженеры соответствующего номера, часто по именам называют, вот, ну, а в корабле, опять же, дань традиции, это позывной экипажа, командир всегда без цифры, бортинженер это в данном случае Иванешин острей 2, а Даниэл Бёрбанг второй бортинженер будет острей 3. Вот нам показывают технические характеристики ракеты-носителя Союз-ФГ, стартовая масса 305 тонн, это ракета среднего класса, количество ступеней 3, они все по очереди, вот, с земли можно даже наблюдать будет, ну, когда в ясную погоду, сейчас-то навряд ли, когда происходит отсоединение первой ступени, так называемых морковок, как космонавты это ощущают, это же все чувствуется, все ощущается, на каком вообще этапе космонавты начинают чувствовать, что вот он, старт, пошел. Знаете, чувствуется, вот, когда прошла команда пуск, и начались операции уже перед самым стартом, то есть там начинаются там продувки, наддувы, там, дренажи закрываются, то есть начинают работать клапаны, все это ощущается и слышно, и чувствуется, вот, ну, и, конечно же, когда дается зажигание, и заработали двигатели, еще не полетели, но уже работают, слышно, появляется шум определенный, вот, потом, при, когда переходит на промежуточную ступень, тяги, опять же, до отрыва еще уже появляется вибрация, потому что двигатели боковых блоков перешли на режим главной тяги, основной, а центральный блок еще на предварительной ступени, поэтому еще сила тяги не превышает вес ракеты, она стоит на земле, но уже вибрация уже ощущается хорошая, и потом идет переход команда главная, то есть это означает, что центральный блок, двигатель центрального блока также переходит на режим главной тяги, полного расхода галючего, и в этот момент происходит набор тяги, суммарная тяга превышает вес ракеты, и она начинает двигаться вверх, очень плавно, незаметно, в отличие от других ракет, скажем, шаттла, как рассказывают те, кто летал на нем, там старт заневоленный, там двигатели набирают тягу, а весь комплекс прикреплен к стартовому столу разрывными болтами, после этого дается команда на подрыв этих замков, и после этого она освобождается и с приличным ускорением подпрыгивает вверх и улетает. Поэтому интересно, когда в моем четвертом полете в 2003 году у меня были Педро Дуки, бортинженер, и бортинженер 2 Майкл Фоу, которые уже летали на шаттлах, но ни разу не летали на Союзе. Их впечатление после выведения на орбиту, когда уже была возможность поговорить, и Педро сказал свои впечатления, он говорит, «Союз по сравнению с шаттлом это как Роллс-Ройс, как лимузин, очень плавно и мягко». Но это радует, это же наша ракета, наш космический корабль. Насколько он вообще удобный в полете? Ну, вы, наверное, в шаттле, конечно, не летали, но вы, наверное, были в нем? в шаттле. Ну, это разные машины, разные по назначению, по задачам, в общем-то, поэтому тут достаточно сложно сравнивать. На мой взгляд, Союз удобный, уютный, надежный, хороший корабль. Для своих задач, которые он выполняет, это хорошая машина. А если был бы вот выбор полететь либо на шаттле, либо еще на Союзе? Как испытатель все-таки испытать разные ощущения или все-таки свое? С одной стороны, наверное, интересно, а с другой стороны, пассажирам не очень интересно, профессионалам, поэтому все зависит от того, в каком качестве. Но вот если бы в ближайшее время будут создавать новый космический корабль, вы как испытатель душа рвется испытать новую машину, ощутить новую технику? Конечно, это есть. Это есть, ну, все зависит от тех задач, которые будут поставлены, но также от состояния здоровья. Но состояние здоровья, слава Богу, у космонавтов ого-го, на зависть всем. Ну, это да, но нельзя забывать, что и когда очень долго уже и возраст сказывается, и длительность карьеры, и когда подвергался неоднократно уже и воздействуемых факторов полета, и тренировок, и медицинских обследований, все это здоровье не прибавляет. Поэтому, конечно, думать об этом всегда надо. Ну, когда смотришь на экипаж космического корабля, волей-неволей гордость, гордость за наших русских мужчин, за нашу русскую ракету, за наш российский космический корабль, который вот в ближайшее время нам осталось чуть больше часа, мы так незаметно с вами уже час пообщались, и вот у нас уже пошел второй час нашего прямого эфира. Безусловно, гордость есть, конечно, потому что меня всегда вызывало восхищение вот и при подготовке к полету, и когда я в составе экипажа, и просто вот в этой работе, восхищение в такие вот периоды тем, что было создано нашими предшественниками, и как сейчас вот мы на каком фундаменте работаем, то есть только восхищение других слов у меня нет. Создателем вот этих комплексов и ракетно-космического комплекса, этой промышленности, и кооперации всей, и сооружений, и наземных стендов, и стартовых сооружений, и технической позиции, это громадный труд, громадного количества людей, и это просто удивительно. И безусловно, это предмет гордости, национальной гордости, тем более, если учесть, что мы были первыми на этом пути, и все делалось руками наших отцов и дедов впервые в мире, то безусловно, это гордость, это самая настоящая гордость за наш народ, за нашу страну. предметов. Ну и хотелось сказать, напомнить о том, что мы ведем прямую трансляцию с космодрома Байконур, стартовая площадка номер один, Гагаринский старт. Всем доброго утра, кто присоединился к нам только что, кто слушает наш разговор с Александром Калери, космонавтом-испытателем, мы вот общаемся здесь в нашей маленькой импровизированной студии, разговариваем о том, как идет предстартовая подготовка, что сейчас ощущают космонавты, как никто лучше об этом знает Александр, который четырежды, да, вы уже? Пять. Пять? Да. За вами не угонишься. Пять раз летал в космос. Вот мы получаем картинку космического корабля. Что там, Антон? Что-то трогает? Ну, в данном случае он нет. У него, видите, карандаш специально на резинке с прищепкой крокодильчиком. Дело в том, что в невесомости все надо фиксировать, все должно быть удобно, и вы видели, что у него этот зажим был на кольце бортовой инструкции, книжке бортовой инструкции. Это не всегда удобно для перелистывания страниц. Вот, поэтому он сейчас перецепил резинку, резиновый шнурок, привязанный к карандашу, на элемент конструкции спускаемого аппарата, где можно, закрепил и подоткнул его, подсунул под лямку, которой обжимается, крепится гидрокомбинезон форель на контейнере основной парашютной системы. Ну, так, чтобы ему это было доступно, чтобы в любой момент можно было удобно взять и что-то записать, и в то же время, чтобы он не мешал. Каждый устраивается по-своему, как ему удобно на рабочем месте. Антон нашел такое решение. Но вот у них сейчас это рабочее место будет ближайшее, будет ближайшие двое суток, они будут находиться вот в этом космическом корабле, до момента выведения на орбиту, насколько я понимаю, 520 секунд, чуть меньше. Чуть больше. 526 это работа двигателей, и отделение 528 и 529 секунды, отделение от третьей ступени. Затем наступает невесомость, и вот в спускаемом аппарате они будут находиться до в течение чуть больше одного витка после выведения, потому что будет производиться контроль герметичности отсеков, будет выдвигаться штанга стыковочного механизма в исходное положение из транспортного. Затем они после одного часа практически завершат первый виток, впереди будет близко уже сеанс связи второго витка, в сеансе связи второго витка проводится тест систем управления движением, первый тест, они должны быть на рабочих местах, это динамическая операция, и только после завершения этого теста у них появляется время для перехода в бытовой отсек, тем более, что жилые отсеки корабля уже проверены на герметичность после активного динамического режима полета на ракете, вот, дальше в бытовом отсеке проводится окончательный контроль герметичности, Антон перейдет туда, остальной экипаж останется в спускам аппарате, проверит по максимально точному манометру, механическому, параметрическому прибору, который измеряется погрешностью до одного миллиметра ртутного столба давления, целостность отсеков, потому что сейчас они будут проверять по датчикам, которые выводятся на пульт, они менее точные, но на часовой базе временной они сделают заключение экипажа цуп, что отсеки герметичные, дальше они перейдут в бытовой отсек, снимут скафандры, переоденутся в полетные костюмы, и потом у них третий, четвертый виток, это зона первого маневра двухимпульсного для фазирования орбит, то есть для того, чтобы за определенное время к тридцать четвертому витку догнать станцию. И после этого они проведут еще тест телевидения в удобное время, поедят немножко и будут устраиваться на отдых спать. Конечно, там первая ночь в невесомости обычно такая весьма дискомфортная, идет активное перестроение организма, так не очень удобно, поэтому, но все равно какой-то отдых, тем более, что корабль будет невиден с нашей территорией, связи у них не будет с нашими НИПами и с ЦУПом, поэтому это зона отдыха. Но сейчас вот они лежат в таком позе эмбриона, можно сказать, им достаточно удобно, ложементы отлиты точно по телу, скафандры сшиты, и по большому счету это позволяет несколько часов находиться, без движения находиться очень тяжело. Многие руки затекают вообще, что вот ну что ж приходится мириться с некоторыми неудобствами. Поза это она с одной стороны вынужденная, диктуемая габаритами спускаемого аппарата, с другой стороны она подобрана так для наилучшей переносимости перегрузок, которые могут возникнуть. надо сказать, что обычно вот сейчас при взлете у них максимальная перегрузка будет к концу работы первой ступени до 4G, а дальше будет два пика еще по 3G к концу второй и к концу третьей ступени. Но значит в случае каких-то нештатных ситуаций перегрузки могут быть существенно больше. На спуске штатном спуске у них перегрузка в режиме управляемого спуска 4-4,5 единицы. Баллистический спуск это 8 с небольшим. Вот все это нужно выдерживать и такая поза она в общем-то пожалуй наиболее удобная и оптимальная для перенесения таких перегрузок. Иногда еще называют ее позой мышечной собранности. А вообще потом в космосе происходит тяжело становится из-за того что перераспределение другое воды вот как-то отекшие такие становятся все там да сердце по-другому работает это нагрузка очень серьезная на организм в космосе. ну идет перестроение организм попадает в совершенно другую окружающую среду. Первый самый важный фактор значит нет тяжести поэтому нет гидростатического столба в жидких средах который необходимо учитывать то есть сердцу например для того чтобы человек находится в вертикальной позе мы сидим с вами для того чтобы ему главная задача это доставить кровь с кислородом и питательными веществами в мозг голову вот для того чтобы доставить и создать рабочее давление скажем так говоря уж техническим языком чтобы шли обменные процессы в клетках шло питание нужно преодолеть вот этот вот высоту этого столба от сердца до головы то есть каких-то тут 15-20 сантиметров но это все-таки стоит каких-то затрат по перепаду давления кроме того гидравлическое сопротивление в кровяных сосудах кровеносных сосудах ну и нужно иметь какое-то перепад давления на клетках вот из всего этого складывается а в невесомости два последних слагаемых остаются а вот этого гидростатического столба его нет потому что нет тяжести как бы безопорное пространство в состоянии невесомости а сердце продолжает гнать кровь с такой же интенсивностью поэтому голова переполняется кровью вот именно на этот избыток давления которое преодолевает доставки крови в голову поэтому в первую очередь этим определяется вот переполненность головы кровью ну дальше не нужно так много жидкости в организме невесомости поэтому идет активное перестроение ну вот мы хотели свои трансляции я напомню мы ведем прямую трансляцию с космодрома Байконур космический на старте ракета-носитель союз космическим кораблем союз ТМА-22 экипаж острый экипаж союз ТМА-22 готовится к пуску и вот у нас небольшая такая нарезка видео о том как готовился экипаж как примерял корабль это их вот насколько я понимаю первая тренировка командир корабля Антон Шкаплеров Анатолий Иванишин бортинженер и бортинженер номер 2 Дэниел Бербанг здесь хотелось бы немного сказать мы так подготовили хотели рассказать о каждом члене экипажа немного отдельно потому что каждый из них конечно личность такие русские если касается что касается наших космонавтов мужчины которые вызывают исключительно гордость и дай бог чтобы молодое поколение молодежь ребята подражали именно нашим космонавтам ну собственно и астронавт НАСА Дэниел Бербанг очень тоже достойный астронавт причем он прекрасно говорит на русском языке вы с Антоном знакомые проходили подготовку как 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 человек как командир или у вас все командиры они как на подбор идеальны все разные идеальных людей не бывает в принципе как и идеальных командиров к сожалению я с ними готовился мало потому что ребята эти гораздо более позднего набора чем я и в общем-то у меня не было возможности так активно работать с ними поэтому я больше знаком по жизни с ними и в общем-то по результатам уже экзамен тренировок на экзаменах за ними и на занятиях так что здесь мне трудно что так сказать ну а мы хотели на самом деле рассказать об Антоне это космонавт он космонавт-испытатель полковник вооруженных сил Российской Федерации родился 20 февраля 1972 года собственно он и будет отмечать день рождения на орбите это будет его 40-й день рождения в городе Севастополь родился и весь сейчас Севастополь с нетерпением ждет этого старта наблюдают и приехали многие его земляки родители приехали провожать сына который так много и долго готовился основательно к своему полету здесь также на космодроме жена две дочери Кристина и Кира тоже вот мы об этом говорили провожают на космодроме командира корабля папу так редко когда кто может похвастаться родителями летчиками а тут папа космонавт это тоже гордость правда вот родился он в Севастополе но любовь к небу она пересилила любовь к морю и Антон он летчик испытатель пилот вышел летчик инструктор авиационной группы высшего пилотажа небесные гусары испытывал такие самолеты как Як-52 Л-39 МиГ-29 покорял высоты небесные теперь вот будет покорять космические я бы тут не согласился что Севастополь это только море можно сказать что Крым это родина русской авиации потому что там и знаменитый Коктебель где планеристы там и Арцеулов летал еще до революции до 17-го года там произошло оттуда произошло очень много летчиков и надо сказать что знаменитая Кача Качинское училище оно было под Севастополем вначале а уже потом перебазировалось так что это не только море это и небо ну спасибо большое да конечно да вот Антон он и закончил Качинское высшее насколько понимаю как оно летное училище награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации за воинскую доблесть второй степени за отличие военной службы первой, второй и третьей степени за службу военно-воздушных силах в космос у нас летят лучшие пилоты лучшие летчики 0,1 за два